Это кадры с первой пресс-конференции Владимира Сипягина в качестве избранного губернатора 33 региона. Сразу после своей победы на выборах новый глава региональной исполнительной власти заявил, изменения в структуре безусловно будут. Вот только конкретику тогда Владимир Сипягин озвучивать не стал. Я бы не хотел их сейчас озвучивать. Почему? Потому что сейчас на территории Владимирской области по закону работает предыдущая команда. Давайте не будем их волновать. Пусть они выполняют свои функциональные обязанности качественно. Потому что если сейчас я начну называть фамилии конкретные и говорить, кто придет на смену тому или иному чиновнику, то начнется нервотрепка. А это отразится на жителях Владимирской области. А я этого допустить никак не могу. Время перемен – октябрь месяц. Сам Владимир Сипягин неоднократно заявлял, что штат областной администрации сильно раздут. Напомню, у Светланы Орловой было три первых заместителя и еще семь замов. На днях уволился первый заместитель губернатора области Алексей Конышев. Он курировал региональную промышленность и занимался экономической политикой региона. Теперь уже экс-чиновник перешел на работу генеральным директором компании «Газпром» газораспределения «Владимир». А его обязанности пока исполняет Вячеслав Кузин. К слову, у самого Кузина в финансовом департаменте появился зам. Бывший депутат ЗАГС Собрания и экс-председатель комитета ЗАЭС по бюджетной и налоговой политике Максим Васенин поговаривает, что со временем Васенин может оказаться в кресле самого Кузина и стать первым заместителем губернатора. Далее, в октябре глава регионов фактически оставил двух своих замов без работы. Речь идет о вице-губернаторе по строительству Ренате Чигаеве и вице-губернаторе по имущественным и земельным отношениям Елене Мазанько, которое сейчас под следствием. Их обязанности перераспределены между другими замами. Заявление на увольнение написал и Михаил Колков. Ранее он был главным по социальной политике. Сейчас находится в отпуске. В сухом остатке на сегодняшний день картина с заместителями первого лица области такова. Кто работает вот именно на сегодняшний день? Один вице-губернатор Вячеслав Павлович Кузин и три заместителя. В отпусках давайте смотреть. Лидия Смолина, первый заместитель губернатора. Лобаков Александр Борисович, он в отпуске. Колков Михаил Юрьевич. Под вопросом продолжает ли отпуск у Чигаева Рената Булатовича, по нашим данным, он болеет. Если больничный лист, неизвестно. Идем дальше. Департаменты. Начинаем со здравоохранения. Александр Кирюхин больше не главный областной врач. Теперь он работает пульмонологом в областной клинической больнице. Медицинским ведомством же, пока с приставкой ИО, руководит в прошлом заместитель Кирюхина Юлия Арсенина. Новое лицо в департаменте ЖКХ. Заместителем руководителя Глеба Серегина, который пока находится в отпуске, и из которого, вероятнее всего, уже не выйдет на работу в Белый дом, пришел Илья Потапов. По всей вероятности, он и займет кресло директора ведомства. До этого Потапов трудился в городском жилищно-коммунальном хозяйстве. Вместо Веры Зинатулиной областной культурой стала руководить Алиса Бирюкова. До этого она работала ее заместителем. Сменился руководитель, отвечающий за информационную политику региональной исполнительной власти. Вместо Ивана Чердаклиева комитет общественных связей и средств массовой информации возглавила Ольга Петрова. Ранее она выполняла обязанности пресс-секретаря в областном суде. Комитет по молодежной политике покинула Алиса Абрамова. Вместо нее профильный комитет пока возглавляет Светлана Жирова. Место председателя комитета по туризму освободила Елена Перескокова. Ее временно будет заменять Светлана Макарова. За взаимодействие Белого дома с органами федеральной госвласти и органами местного самоуправления теперь будет отвечать Олег Леухин. Он занял должность председателя комитета внутренней политики. Стоит отметить, что он уже возглавлял данную структуру 4 года назад. Однако затем лишился этой должности и покинул команду Светланы Орловой. И вот теперь Леухин возвращается и вновь занимает знакомый ему пост. Изменились представители Владимирской области и в Совете Федерации. Представлять интересы жителей 33 региона в главном законодательном органе страны теперь будут Ольга Хохлова и Александр Пронюшкин. Они пришли на смену Антону Белякову и Сергею Рыбакову. Алексей Дудин, 6 канал.